Сказ про заказ В глухом лесу, в темной чаще, зимовал в уютной однокомнатной берлоге Мишка. И хотя в паспорте у него значилось важное Михаил Потапович Топтыгин, все друзья кликали его просто Мишка. Так будем называть его и мы. В отличие от других медведей, Мишка не впадал зимой в спячку, но сидел перед телевизором, держа слева и справа от себя по банке. В одной банке было малиновое варенье, а в другой мед. И вот Мишка окунал левую лапу в варенье, правую в мед, вот так держал их перед собой и попеременно сосал. Но Мишка достал когтями самое донышко банки. Мед закончился. Мишка встал, подошел к окну и глянул на двор. С хмурого неба валил снег. Идти по такой погоде в магазин Мишке расхотелось. Тогда он решил заказать себе мед по интернету. Выбрал самый дешевый на сайте «Хитрая лиса» и позвонил туда по мобиле. «Лиса Патрикеевна слушает!» раздался в трубке приторный голос. «Алло, здравствуйте!» сказал Мишка. «Можно заказать у вас мед? Мне, пожалуйста, самый лучший, самый вкусный!» «Скажите адрес, и мы вам доставим!» ответила лиса Патрикеевна. Мишка сказал. «Чащоба леса! Моя берлога!» «Хорошо! Ждите доставку в течение часа!» Мишка еще спросил. «Скажите, а почему у вас мед такой дешевый?» «Акционный!» пояснила лиса и повесила трубку. Долго ли? Коротко, но скоро в дверь постучали. «Кто там?» спросил Мишка. «Курьерская доставка! Привезли ваш мед!» Мишка открыл дверь и увидел рыжую лису с баночкой в лапах. Он расплатился с нею денежкой, которую заработал летом на сборе ягод, попрощался и унес мед в комнату. Там он уселся перед телевизором и стал, как обычно, обмакивать лапы в варенье и мед и облизывать их. Вдруг зазвонил телефон. Это был зайчик, что жил в пяти километрах отсюда на краю большой поляны. Нару зайчика совсем занесло снегом, и поэтому он безвылазно целый день сидел дома и наяривал друзьям по мобилке. «Мишка, слушай!» заторопился зайчик. «Только что я говорил с вороной, и она сказала, что в твою сторону полетело что-то огромное и страшное». Ворона даже повторила «Огромное и страшное! Спасайся!» и повесил трубку, чтобы не отвлекать Мишку от спасения. Мишка бросился к двери и подпер ее стулом, потом зашторил окно, выключил телевизор, погасил свет и стал ждать. На улице послышался, нарастая, странный гул. Потом в окно кто-то заскреб и мерзкий голос произнес. «Я великанская пчела!» Мишка залез под кровать и не отвечал, только хвостик его дрожал. Тогда в дверь раздался удар и голос изрек еще страшнее. «Я великанская пчела! Отдай мой мед!» Мишка вылез из-под кровати и на цыпочках подошел к двери. «Я ведь купил этот мед! Он не твой!» сказал Мишка. «Это ворованный мед! У меня его украла лиса!» сказала великанская пчела. «То-то я подумал, а чего это мед такой дешевый?» проговорил Мишка, и тут пчела снова ударила в дверь. Дверь сорвалась с петель и упала! В комнату полезло мохнатое чудище, с черными лапами и подвижными антеннами на голове. Великанская пчела закричала «Отдай мед!» Мишка протянул ей баночку «На, на, только не ешь меня!» и упал в обморок от страха. Очнулся Мишка от телефонного звонка. «Алло, кто это?» спросил Мишка. «Это хитрые лиса! Ну как вам понравилось качество нашего продукта? Хотите заказать еще акционного метко?» Мишка зарычал и затопал ногами, а потом взял молоток до гвозди и стал чинить дверь, чтобы в его берлогу больше не вломилась никакая лесная страхолюдина. На этом сказке конец, а кто слушал, молодец!